Друзья, последний лектор на сегодня, и мы его ставили прям, как, еще раз повторю, вишенка на торте, потому что это Александр Панчин, его многие здесь знают, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель», автор книги «Сумма биотехнологий» и «Защита от темных искусств», путеводитель по миру паранормальных явлений, член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией исследований РАН. Вот, собственно, Александр, который выходит под ваши бурные аплодисменты на сцену, заканчивает наш... Давайте еще более пафосно встретим Александра. Ну что ж, ваше время. Пожалуйста. Здравствуйте. Что такое душа? Откуда она берется? Когда она возникает у человека? Этот очень давний теоретический вопрос давно пытаются разрешить. Пока что ответов много разных, нету какого-то окончательного, но одна из наиболее популярных точек зрения в религиозной среде — это точка зрения, что душа появляется у человека в момент зачатия. Есть на эту тему много разных антропологических, теологических работ и самых разных мнений разных священников. Я расскажу о том, почему с этой идеей есть несколько проблем. Одна из проблем заключается в том, что рассмотрим ситуацию, когда у вас есть яйцеклетка, сперматозоид, они слились вместе, образовалась зигота, дальше эта зигота поделилась, получилась две клетки, эти две клетки разъединились, и получилось как бы два эмбриончика, и из них получилось два человека, однояйцового близнеца. Каждая из них обладает своей собственной личностью, своей собственной душой. То есть мы, получается, сделали странное. Мы поделили душу пополам и получили две души. Такая вот странная математика, и этот эксперимент, в принципе, воспроизводимый немножко в другом контексте. Мы можем взять теперь две оплодотворенные яйцеклетки, из которых должно было получиться два разных человека. Мы можем их поднести друг к другу поближе, соединить их и получить то, что называется химера. Это человек, у которого ДНК в разных клетках разная, двух как бы сестер или двух братьев. Вот здесь вы видите девушку с глазами разного цвета, но бывали и примеры еще более радикальные. Например, одна женщина в какой-то момент сделал генетический тест и выяснила, что она не является матерью своего собственного ребенка, что ее очень удивило, потому что она же его родила. Но оказалось, что внутри нее ее половые клетки имели происхождение от ее сестры, которая жила внутри нее. Была она этой женщиной химерой. И вот такого рода исследования показывают, что две души мы можем сложить вместе и получить одну душу. Что тоже является очень странной математикой. Но это еще не все. Здесь кто-то мог бы возразить, что, ну, может быть, эта теоретическая концепция неправильная. Может быть, душа появляется не в момент зачатия, а, как полагают некоторые исследователи, на 40-й день после зачатия или в момент рождения или в какой-то другой момент времени. Но здесь, во-первых, есть одна этическая проблема, что это очень греховная точка зрения, греховная теория, потому что она оправдывает аборты. А вторая проблема заключается в том, что на самом деле душу можно поделить пополам и у взрослого человека. Собственно, Роджер Сперри получил Нобелевскую премию за исследование на пациентах, которым перерезали мозолистые тела. Это пучок волокон, которые соединяют левое и правое полушария. И оказалось, что эти люди с этим перерезанным мозолистым телом ведут себя в каком-то смысле так, как будто бы у них в голове две независимые личности – левое полушарие и правое полушарие. Грубо говоря, левое полушарие управляет правой рукой, а правое полушарие управляет левой рукой. И мы можем человеку дать в левую руку какой-то предмет, и он сможет найти его левой рукой на ощупь, если этот предмет потом от него спрятаться в большой мешок, где много других предметов. Но сделать то же самое правой рукой он не сможет, потому что левое полушарие, которое управляет правой рукой, оно никогда не получало информации о том, что это был за предмет. То есть получается два внутренних мира, два набора фактов о мире, две точки зрения и так далее. То есть мы снова поделили душу пополам и получили две души. У нас получается два уравнения с одним неизвестным, и что можно было бы поставить на место Х? Ну, один из ответов такой очевидный – это ноль, души нет. И здесь вульгарные материалисты ликуют самодовольно. Но здесь собрались люди, которые пытаются выйти за пределы такого узкого мышления, хотят смотреть шире, надеюсь, по крайней мере. И есть альтернативная точка зрения, что еще можно подставить в эту систему уравнений – это бесконечность. У каждого из нас бесконечное количество душ. Как это вообще возможно, и как современная теория множеств, например, могла бы помочь нам разобраться, что здесь происходит? Вот есть такое представление в теории множеств, что мы можем взять, например, бесконечное множество чисел. Допустим, натуральных чисел, как верхняя строчка – один, два, три и до бесконечности. Предположим, что мы решим это множество поделить на два подмножества – множество четных чисел и множество нечетных чисел. Есть 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Интуитивно нам кажется, что мощность этих подмножеств, то есть число элементов в этих подмножествах, оно должно быть как бы меньше, чем число элементов в множестве натуральных чисел. Но на самом деле мы можем доказать, что это не так. Мы можем взять, например, все четные числа и их пронумеровать натуральными числами. То есть сказать, что двойка — это первое четное число, четверка — это второе четное число, шестерка — это третье четное число и так далее. То есть каждому числу из натурального ряда мы можем точно в соответствии сопоставить некоторое четное число. То есть мощность этих двух множеств одинаковая у натурального ряда и у четных чисел. И это значит, что поделив душу пополам, мы можем получить снова две бесконечности, причем такой же мощности. То есть это имеет на самом деле очень важное прикладное значение. Например, если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы продать душу дьяволу, и при этом хотели бы не продешевить, то даже если вы продадите ему половину своих душ, то вы останетесь с тем же, что у вас было изначально, с той же духовной мощностью. Я назвал это законом сохранения или спасения души. Но в тех случаях, когда вам предлагают продать всего лишь одну душу за какие-то скромные материальные блага, вот, например, сходить в туалет по цене в душу или за 200 рублей, то лучше заплатить душой, чем 200 рублей, потому что деньги у вас конечные, а душа у вас бесконечная. Поэтому не парьтесь, это выгодное предложение. Есть и другие важные следствия. Например, недавно клонировали овечку доли, а недавно клонировали обезьян, и ясно, что когда-нибудь клонируют человека. То есть клонирование — это когда берут ядро из какой-то клетки взрослого организма и помещают ядро в яйцеклетку, а потом выращивают целый организм. Значит, что на самом деле в каждой клетке человека, по-видимому, есть бесконечное количество душ, из них можно получить целые организмы. И из этого тоже есть очень важное следствие, подкрепляющее давний теологический постулат о греховности мастурбации. Приматозоиды имеют ядра, из них потенциально можно получить целый организм. У них тоже есть души, и мы их напрасно можем убивать. Поэтому взрослым рекомендуется воздержаться, а детям специальный крест есть для этого. Еще одна вещь, еще одно важное следствие вытекает из принципа Дерехлей из комбинаторики. Обычно принцип Дерехлей иллюстрируется с помощью таких вот клеток и голубей. Если у вас голубей больше, чем клеток, и голуби находятся в этих клетках, то тогда как минимум в одной клетке будет более одного голубя. А если голубей меньше, чем клеток, то, по крайней мере, какие-то клетки будут пустыми. Так вот, из этого принципа и из того, что я сказал про бесконечность человеческих душ, вытекает нематериальность души, собственно. Потому что если бы души состояли из нейронов, то нам бы не хватило нейронов, потому что число нейронов конечное, а душ бесконечное. То же самое с кварками, электронами и любыми другими частицами. То есть души, если и имеют какой-то субстрат, то он намного меньше, чем самая маленькая известная нам частица. И, возможно, это объясняет, почему, скажем, гомеопатия, которая тоже основывается на том, что мы берем что-то и разводим так, что материальных частиц там уже не осталось, а лечит исключительно духовные заболевания, но не материальные. Душевные лечит, ну, если вы их придумали. Еще очень важный кирпичик нашего знания заключается в исследованиях врача Дункана МакДугала, который в свое время взвешивал людей до и после смерти и пришел к выводу, что у человека есть душа, его душа весит 21 грамм. Дело в том, что вес человека после смерти, он, во мнении МакДугала, уменьшался в 21 грамм. Он предполагал, что душа куда-то возносится в небо, но, по-видимому, он ошибался, потому что, и мы знаем закон Архимеда, если вы отпустите что-то очень легкое, легче воздуха, что улетит вверх, то это нечто, а раньше оно тянуло вас вверх, теперь оно вас вверх не тянет. И поэтому ваш вес должен был бы, наоборот, увеличиться, а не уменьшиться на весах. То есть, по-видимому, он наблюдал очень плотные души, которые опускались куда-то в ад. Возможно, потому что души бесконечное количество, они как бы очень сконцентрированы, именно поэтому плотность души такая большая. И возникает, как бы, кажущийся такой, навязывается такой вопрос, ну, как же так получается, что у души есть масса, но при этом души бесконечное количество? Ведь если мы посмотрим, масса каждой души должна быть равна нулю, действительно, если совокупный вес душ 21 грамм, а их бесконечное количество, то вес каждой души в пределе равен нулю. Но на самом деле, опять же, из математического анализа мы можем сделать следующее вычисление простое, что мы можем перемножить этот предел на бесконечное количество душ, и хотя масса каждой души бесконечно мала, и масса бесконечного множества душ может быть конечным числом. Например, какой-то константы, например, 21 грамм, ну, в случае с человеческой душой. И мне кажется, что здесь мы можем сделать важное прорывное открытие в области физики и открыть одну из таких главных современных загадок. Это природа темной материи. Темная материя оказывает гравитационное воздействие, то есть есть масса, но мы не знаем, что за частицы стоят за этой самой темной материи. Ну, тут надо отметить, что человеческих душ было бы недостаточно для того, чтобы объяснить всю темную материю, потому что темная материя вообще ее больше, чем обычная материя, а люди составляют очень небольшую часть от всей материи, а души людей еще меньше. Поэтому мы вынуждены предположить, что есть еще какие-то другие души, ну, например, души инопланетян, души искусственных разумов, какие-то призраки, души умерших людей, ангелы, демоны, боги, и, может быть, души убиенных сперматозоидов. Вот все вместе это формирует какой-то каркас так называемых темных душ, которые имеют массу, но мы пока что их не можем зафиксировать, и, может быть, никогда не сможем, потому что они обладают бесконечно малыми пропорциями, размерами. И вот я задумался вот о чем. А зачем нам бесконечное количество душ? Что они делают? Как они все вместе могут управлять человеком? Ну, на самом деле, они, конечно же, человеком не управляются. Все-таки современная нейробиология показывает, что мозг — это такой сложный вычислительный аппарат, который оперирует какими-то сигналами внешней среды. У него есть нейронная глубокая сеть, которая обрабатывает эти сигналы и дальше порождает какие-то выходы поведения человека. Здесь не нужна какая-то нематериальная душа, чтобы человек функционировал и размышлял. Но у человека может быть бесконечное количество внутренних наблюдателей, которые следят за тем, как это все происходит, подобно тому, как это происходит в каких-то реалити-шоу, где большое количество зрителей наблюдают за какими-то процессами. И, собственно, вот когда я просматривал фильм, серию Южного парка, точнее, «Canceled» или «Отменена», у меня случилось откровение, духовное откровение. Там описывалось ситуацию, что Земля оказалась реалити-шоу, которое придумали на планетяне, чтобы смотреть за тем, как люди будут себя вести. Не только люди, но и другие животные. И, собственно, там в какой-то момент шоу всем поднаскучивали, собирались закрыть, и это очень большими последствиями могло бы закончиться для человечества. Так вот, может быть, и наша жизнь — это такое шоу Трумана для бесконечного количества душ, которые сидят внутри нас, наблюдают за миром, следят за каждым нашим поступком, переживают, но при этом никак не влияют на наше поведение. И из этого следует на самом деле очень важный жизнеутверждающий вывод, что нужно жить интересно, и тогда ваше шоу не закроют. Спасибо за внимание. Александр, спасибо вам за хороший доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!